Тут со мной случай один произошел. Ну, еду я на съемку, естественно, немножко нарушаю, ем за рулем. И по закону подлости вдалеке смотрю гаишник. Думаю, ну все, меня заметил, тем более руку поднял. Думаю, ааа, попался я. А гаишник оказался не гаишник, а обычный железнодорожник. Просто попросил его подвезти. И меня смутило то, что он стоял в этой... в фуражке. Вот почему совершенно разные службы, а у всех примерно одинаковые фуражки? Почему фуражки не носят обычные люди? Что такое фуражка вообще? Это отличительный знак или все-таки удобный головной убор? Однажды Егору подарили фуражку, как у настоящего постового. С тех пор у любителей автомобилей началась совсем другая жизнь. Спасибо. Стоило надеть фуражку и взять в руки жезл, как автотранспорт немедленно начинал повиноваться. Машины проезжали мимо регулировщика с почтительной скоростью и не нарушали правил дорожного движения. Егор задумался, что же это за суперсила кроется в этой самой фуражке? Прототип этой современной фуражки появился больше двух столетий назад и назывался тогда фуражной шапкой. Фуражка по сей день отличает служащих от обычных людей, а для ее изготовления необходимо несколько десятков деталей и очень сложная технология. Начинается все довольно банально. В раскроенном цехе с помощью лекал краят детали. От точности этой работы зависит внешний вид будущей фуражки. Кстати, у каждой детали форменного головного убора есть свое название. Широкий обод, облегающий голову, околыш. На нем, как правило, красуется кокарда. Эмблема, символизирующая принадлежность к государству или роду войск. Над околышем возвышается тулья. Под ним расположен козырек. Все элементы краятся с помощью циркулярного ножа и металлических пластин. Это позволяет с высокой точностью вырезать сразу несколько десятков деталей. Вы наверняка догадались, что эта часть верх, знакомый всем в фуражке. Форменные головные уборы обычно шьют из тонкого сукна или габардино. Например, из этих рулонов выйдет больше сотни первоклассных фуражек для сотрудников Министерства внутренних дел России. Когда все детали раскроены, они отправляются в швейный цех. Здесь каждая швея выполняет только одну операцию по сбору фуражки. Ее сложнейшая конструкция требует математической точности. Нужно в правильном порядке соединить несколько десятков элементов. Ловкими движениями работницы делают отверстие в околыше и закрепляют на фуражке кокарду и витой золотистый ран. Обязательный элемент форменного головного убора. Кстати, первая форменная одежда появилась еще в армиях древнего Египта, Персии и Греции. Это было необходимо, чтобы отличить свои войска от войск противника, а также для укрепления воинской дисциплины. Интересно, что современные рядовые солдаты фуражек не носят. Стрелковое оружие сегодня столь совершенно, что приметный головной убор становится легкой мишенью для противника. Вместо фуражек военные предпочитают защитные каски или неприметные кепи. Чтобы текстильное изделие приобрело фиксированную форму, внутрь фуражки вставляют стальной армирующий обруч, который обеспечивает натяжение тульи и правильный изгиб верха головного убора. Затем фуражки проглаживают и отпаривают. Эта необходимая процедура придаст форменному изделию законченный вид, что называется с иголочки. Металлические шарообразные формы разделены на четыре доли. Когда сверху надевают фуражку, раскаленный металл раздвигается и равномерно натягивает околыш. За несколько секунд тепловой обработки все детали и уплотнители прочно фиксируются. Вот почему текстильное изделие приобретает жесткую форму. пройдя через сотню рук и десяток замысловатых аппаратов, фуражка наконец готова осесть на головы служащих. Кстати, без этого элемента обмундирования невозможно было бы отдавать честь. В разные времена уважение к начальству проявляли поклонами и падением ничком. Рыцари при виде лорда поднимали забрало или снимали шлем. Позже с появлением порохового оружия руки солдат обычно были перепачканы сажей, поэтому служащие не снимали головные уборы, а лишь прикладывали к ним руку. Наш маленький герой брать под козырек пока не умеет. Зато он весь день руководит своими автомобилями, наслаждаясь чудодейственной силой фуражки. Жаль, что с ее помощью нельзя расправиться с ненавистной овсянкой. Завтра нужно обязательно выйти в фуражки на улицу и попробовать навести порядок среди настоящего транспорта. Ну, оформенный головной убор пускай пока повисит на стене и накопит за ночь свою суперсилу. Главное, что должен знать человек, который надевает на себя фуражку или одевает отставить или надевает неважно. Главное, что должен знать человек, который одевает фуражку, это то, что во всем, как говорится, есть чувство меры. И если вот так это нормально, то, когда перетянул немного, уже не то совсем. И главное, ладно, что выглядишь как идиот, во время снятия шапки может оторвать голову. слава богу, не оторвал голову, слегка повредил шейные позвонки.